Зульфия Жукова представляет территориальное общественное самоуправление Благовещенского сельского округа. В числе проблемных точек курортной территории – нехватка мощности существующего водопровода. Летом это катастрофа, конечно, как и свет, но вода, бывает, что население к концу станется летом с 7 утра до 7, 8, 9, вообще его нет. На сегодняшний день Юрий Федоровичем достигнута договоренность с организацией, которая у нас является тоже ресурсоснабжающей на территории муниципального образования. Мы сейчас готовим изменения в схему водоснабжения и будем подписывать соглашение о подаче сырой воды к нам, а мы ее уже будем очищать, водоканал, и, в общем-то, подавать в Благовещенскую. Насосная станция эта и переключение будет на территории Суворово-Черкеска. До курортного сезона мы планируем эти работы завершить. Кроме того, для решения этой проблемы в ближайшие два года в Суворово-Черкесском запланировано строительство двух накопительных резервуаров и насосной станции. Еще одна проблема – дороги. Жители Благовещенской составили список нуждающихся в ремонте улиц. Заместитель главы поясняет, там, где есть асфальт, будет выполнен ямочный ремонт, остальные – отсыпят щебнем. То же самое сделают и в других сельских округах в порядке плана. В Уташе Джигинского сельского округа, кроме ремонта дорог, жители просят новые тротуары и остановки. У нас протяженность Уташа 8 километров идет, центральная. И от трассы маршрутка идет, мы считали, 5 остановок. Ну, нам хотя бы три остановки установить, чтобы люди не стояли прямо в дороге. Мы на комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрим этот вопрос. И, ну, существуют же нормативы, да? Ну, да. Там, протяженности, там, между остановками и тому подобное. 400. Поэтому все мы посмотрим. Если целесообразно комиссия примет решение об установке дополнительно, там, трех остановок, как вы хотите, целесообразно, значит, мы будем устанавливать. То есть это решение комиссии, потому что это безопасность дорожного движения. Улучшение дорожной инфраструктуры требуется и в Первомайском сельском округе. За него радеет руководитель ТОС Ольга Загоруйко. Также она попросила установить спортивную площадку для жителей хутора «Веселая горка» и рассмотреть возможность благоустройства парка отдыха в Юровке. Заявку на его реконструкцию отправляли в рамках проекта «Комфортная городская среда». Но он не попал в программу. Анжелика Бузунова заверила, что проект долгосрочный, а это значит, что шанс получить федеральные средства еще есть. Программа с 2022 года. Каждый год будут выделяться эти средства. Уже в середине марта будут известны суммы, которые будут выделить, и муниципальные образования, которые будут получать эти деньги в 2019 году. То есть мы уже начнем сейчас сформировать списки на 2019 год, несмотря на то, что это еще пока реализовывали. В этом году комиссия отобрала 14 территорий. Какие из них будут благоустроены в первоочередном порядке, решат сами жители. Рейтинговое голосование пройдет 18 марта. Для удобства жителей счетные комиссии будут располагаться вблизи избирательных участков.